вот эта девушка купила у меня три книги поздравляю теперь смотрите сейчас мы с вами уже ближе как бы к учебе варик константинович дальневосточной научной библиотеки вот а я вот эту фразу уже там выше прочел совместная книга журнал лестник садовод идем дальше вот сейчас поймете насколько все серьезно зимой библиотеки проходят занятия по садоводству и литературу берут хорошо я тоже на эти занятия ходила внимание там один слушатель олегу анатоличу михаличенко директор дальневосточного института сельского хозяйства это не шутки доказывал что деревья надо сажать на холмы мы сейчас разберем это по костикам но надо сказать что в нашей местности нет подопаривания ствола него абрикосов не угрожь олег анатолич потом даже написал статью об этом сейчас я расшифрую дело в общем нет такого места где не может быть подопревание абрикосов и груш столько крутых горах как у нас черёвушка и относительно майне то есть там холмы не делали но я связываю это важнейший момент ребята я связываю садоводский феномен это два поселка черёвушки и майна я связываю только с тем что там крутые не холмы нет холмы не делают а вот так вот так вот и вода стекает и даже у абрикосов груш много-много лет нет подопрессии специально я вам покажу как маня женщина три великолепных моих абрикосов он висящих угробил это мы проходили она все равно умудрилась хоть склон был она все равно умудрилась я выкопать я представляю ангел анатолий саду хороший человек наверное он всю жизнь учил так берем большой явно я пытаюсь свое доказать берем большую я наполняем перегноем т т т я обычно запоминаю 7 а всего это номинание 10 вот холм он против холмов директор института ну что происходит потом потом проваливается и на это потом почему человек который мой фанатик не же это быть видны собой фанатик буквально почему он выйдет абрикосы груш потому что именно я тверху именно и абрикосы груш абсолютно беззащитны перед подопреванием так и в основном никто вы помните эти два миллиона просмотров миллион пятьсот тысяч триста тысяч везде и всюду когда показывать больной дерево абрикоса больной дерево груш они больные они покрыты этими самыми тлей они покрыты грибами вот на них вялые полистья притим придумано десяток я не буду перечислять десяток болезней вот и никто никогда не посмотрел что там творится в этом я вам такие примеры приводил основание гниет а никому голову не приходит что она уже сгнила понимаете и мне почему-то кажется что директор института когда-то писал статьи как раз об этом что обязательно нужна ямка для полива вот он не разделял как я ниже я все никак не дойду доктор наук написал яблони запитая груши вот такое вот это вот такие бортики груша обречено сто процентов сто процентов не выживет никогда а его это не вдомек он фильм сделал мани получил еще и пошел обратно это другими делами заниматься он не профессионал он слышал звон выкопаем и вот примерно здесь получилось я обследовал десятки а в садах став авторитетом я не мог не отказал ни одному и всегда груши даже без яма вот посажены просто вот на ровном месте проходит 5-7 лет 357 лет сгнивают основание вот просто сгнивает даже без яма ну еще пример я готовился к этому как это очень важно ведь мне не зря за это кто-то ему взял вот он упомянул вестник садовода оребрик меня это знает меня вот как конечно как облупленного просидел все мои эти дни в москве на одном семинаре вот все это прекрасно знает мой пример такой у меня всей жизни я с ружьем я захожу в тайгу а там по у нас вот этих сопок они окружены 300 градусов окружены домами но не все это где дальше массива вот это у нас горная массива ай да это малый карак большой карак горная улица в мане и и проще и проще и я весна я знаходе нет я иду я уже любой сландыши растут ландыши вот они сэнсепёк с это западной стороны запада всегда жарче чем с юга вот сэнсепёк иду дальше а это самый верх выражение нормальные герои всегда идут обход вот нормальный герой тут и я тогда пошел в обход вот так было очень даже неудобно я иду-иду-иду захожу с той стороны вот уже в снег иду дальше захожу еще не прошел полпути то есть не прошел 180 градусов вот но уже мне по колено вот и вода уже хлюпает но снег мокрый лежит иду дальше наконец снега по пояс я а мне так хотелось пройти не смог матерился матерился снегу по пояс снег тяжелый и пошел обратно а теперь вы видели то что я видел это допустим потом пришло время и там где мы охотились там появился мариновый звон то есть дача массив люди выпилили эти деревья людям разрешили и чтобы там посадить сад тогда садом увлекались они выпилили все деревья дикороса вот и там стали люди и дома мариновый зон вот так вот были со всех сторон а теперь представьте себе там где я ходил там где мне было попозже там я хлюпала в мае месяце тоже садили сады там вызовут абрикосы и груши да никогда и это проверял потому что меня приглашали у нас ничего не растет второй момент это когда близко к внутрь воды а чаще вот это что в мае месяце здесь поставить стоит эти мог мокро снять до сих пор но почему надо было директору вот да ты читаем знание он черпал из интернета но видимо это мой старый я ему сказала что неплохо взять почитать печатный материал автор то есть меня вот ему запомнилось почему-то только про холмы то есть человек уверовал он уверовал он мой сторонник он уверовал и вот пишет дальше человек он прям чуть ли не с кулаками на олега на точно директора бросался вы представляете на директора бросался и вот что получается значит если выселить что-то одно что-то одно мне угодить невозможно кто-то взял посадил на холм вот эту вот все вишню представьте фотографию вот какой тут год девятнадцатый да вот я на три года лежала без дела теперь я нашел все по железу вот я не знаю наверно это наверно это наверно это это не песок скорее всего это опилки вот и возможно хвойные ну хорошо хоть не близко холм есть все нормально ну почему не зарастил то ведь это же все это мороз угробит чертовой матери у меня 84 85 год мороз из пяти этих угробил две культурные эти самые я рассказывал бишь и волосы а 3 кисели кислые оставил вот видите то есть стать сторонниками садить на холмы это мало когда мне говорили кто ты такой без тебя холмы придумали да но когда берешь комплексе видите кругом этот самый не тронуть и дёрн возможно он посадил не тронуть и дёрн возможно он поставил сажи и обсадил это обсыпал его и все равно все мало этого целый комик вот уже давно зарастил бы и тогда бы и вот это а вдруг это хвойные опилки отравят то есть ничего за счет нет а а вот когда все комплексе когда нетронутый дёрн вот тогда по железу никаких ям я еще покажу человек пишет три части перегноя и одна часть земли это стопроцентная смерть а откуда ему знать то он просто передирает это лайки зарабатывать видите как все неоднозначно ну давайте закончим мы с олегом анатоличем который директор кстати олег анатолий с вашими работами тоже знаком но я уверен что он знаком как с работами вот как вы сейчас все не смотрите подробно и со всеми этими указаны принципе народ мой знает а вот дальше пишет никакой оценки вашего творчества не давал ничего тому человеку не сказал начал связаться с каким-то там этим случайным этим слушателем и получается следующее сам директор продолжает утверждать что холл не нужен вот это вот это так же как я говорю давайте хоть четыре мнения есть бог или божественное создание или мы скоты но хотя бы как со знака вопроса но оставьте хоть надежду людям в тех мне поверил но разберите вы вопросом где-то какие-то условия груша они самых сухих мест поэтому форма скелета вот такая а он с моими работами знаком но обещайте людям для чего нужен холм для чем уже раз вот такая у груши вот такая вот строение пирамидами оставьте на всю жизнь его никаких этих вот тогда было бы вот тогда бы директором а цены бы не было извините или контроль все сами как на равных разговариваю а вот этот мой сторонник конечно конечно вот что он так сказать не мог убедить директора если бы директор помолчал ты все темы все это выложил наверно можно где-то в туши плечет шернулась вы представляете нет все проекты идем дальше библиотеки много книг ганечка это заканчивается письмо но у нее надо сказать книги особо по огородничеству дело в том что самое страшное что можно было она сделала самое страшное она научила миллиону людей уничтожать муравейники у нее есть еще много примеру когда она уничтожала деревья но это проходили в муравейники я не прощу никогда никогда это так это вообще знаете как сказать вот например на какую-то чеку допустим полагается иметь просто например метр семьдесят а у него метр девяносто отрежем голову теперь по стандарту раз его голову человеку этим топором зато теперь он соответствует стандарту вот такие принципы заложены в этом дебильном современном садоводстве важно бороться в саду не только строй но и с муравьями для этого надо ё-моё ё-моё и тогда я знаю что написал я же не расшифровываю на высшем судебе спросит за что вы погубали погубили руками на садоводом или он идёт и спросит же они не боятся ведь почему они считают что они это учу учителя что они правы и у перебереть невозможно не всю доказательство вот этого олега антонича невозможно перебереть потому что если она даже сказал что это самое халмы не надо у тебя будет стоять если например олег олег вас в этот брянский институт если ведущий через него от россии написал что если через 8 летах оставьте 3 представляете столько через и неправильно 5 страшных ран и пошла на север а то север а вторая ну что же ты будешь делать уже написала книги 5-6 сантиметров закапывать абрикос но верная же смерть спасает только пересадка если заглубили еще хорошо пересадка там потом как-то она это уже не 5 6 может быть уже нормально поэтому покорниваю шейку но и тюни не смогли мы это самое граждане с угрозом антон валерьевич не смогли мы ее переубедить нет нет все равно 5 6 уже не может уже для нее это унижение взять и что какой-то железо по не знала она об этом чтобы и нет основания штаба узнала он заговорить я пришел от имени десяти тысяч канал от имени десяти тысячах нас сомнения вот же запиши что корневой шейку нельзя забывать а вас 5 6 сантиметров и вот таких примеров и кругом уже бесполезно как осенью нужно готовить деревьев зиме выставляете ее будет и щеткой по металлу и оба подать вот это защитный слой то что вы видите вот это правильно свешу посмотрите правильный вот вот это правильно вы видели задайте с вопросом зачем отрезал а чем вот этот связь правильный лучше вот этих зато схему нарисовал научил а зачем ветку которая растет отрезать это даже также плодоносит еще и лучше чем который показывал сотни веток вот так вот все сотни и все плода хоть одно дерево довел до плоды вот такой рано какое плодоносит это верно смерть вот так вот это и вот таких примеров обрезку яблони зимой при температуре выше 5 а вы видели зимой выше 5 бывает бывает а на второй день 0 на 3 минус 10 на 4 минус 40 так обрезка уже сделано в апреле обрезать нельзя у деревьев сокодвижения сокодвижение рассчитано на ремонт дерева только во время сокодвижения можно резать нет не так вообще резать нельзя ну ладно если уже формировать низко селища крону или допустим саженец когда пересаживаешь кроны не может выкормить значит вверх и сейчас отрезаем только лишь и и именно посадка мне говорят а можно осенью присадить нет вот или можно но если там в горшках но это уже детали а весной желательно именно весной и именно в начале сокодвижения хоть частично это зарастет ведь это сок специальные ремонты что ты пишешь в апреле нельзя начинается сокодвижение ты хоть что-то соображаешь ну а потом смотришь 100 тысяч просмотров и человек дождался вдруг зимой вот теперь и пошел коричьи деревья на другой день будет минус 5 на 3 минус 25 на 4 45 спорте эту зиму виды обрезки и пошло так что получается как бы нам тему сменить я уже столько этого видели да и это видели если 19 веке никто этого не знал что допустим дерево можно распилить и узнать причины гибели причины гибели дерева видны когда разрезаешь по ранам еще раз причины дерева может быть только тогда нет даже не только тогда а главное обязательно надо распилить в разных частях особенно по ранам и узнаете причину гибели и больше эти самые вот этой дури допускать не будете так вот этой дури наши правильные средства допустим так допустим вот и вот каши где осталась наука ведь то что вот это вот это ведь в университетах продают вы понимаете помните как они опозорились с этими от отрезать все все ветки вместе с 80 процентами кроны только потому что они низко растут только потому что они неправильно месяц растут представляете вот таких вот как здесь только четыре показе только четыре вот и похвалятся тем что кандидат науки вопрошенцы мерять вот какое-то а я значит никто а затем рядку не качал а знаете кто вот это придумал вот это вот как он себя ученый агроном специалист по селекции генетика и биотехнологии и вот он где-то работает в лаборатории может быть он на кафедре неважно где но он ученый агроном что он делает если он занимается селекцией генетикой и вот представляем себе он что-то новое вывел а потом это новое изуродовал и ждет от него морозостойкости ну уж если ты вывел новый сорт допустим сорт а скрытил сорт амб ну уж если ты этого добился ты не должен дышать сторону дерева вообще ты должен обходить чтобы не нарушить этот самый дёрн потому что в этом дёрне жизнь кипит ты зимой не должен подходить к нему не подходить не то что резать вот это вот вот это твоя дурь вот вообще не подходить потому что ты нарушишь снежный нас теплозащитный слой как ты двинешься ведь вся задача наша теперь не вывести супер сорта еще слаще который сто процентов сахара вот наша задача на север двигать только единственное направление не теряя качество и это должно быть написано у вас в программе конкретно и когда вы поступали в этот в этот же получив диплом хорошо если они переходят в этом самом метро и вы поступили в какое-то учреждение где занимается селекция генетикой вам должны сразу вызвать ректор и сказать ваша задача у нас на планете пятьдесят тысяч сортов яблонь он же про яблонь вы смотрите он про яблонь а у нас пятьдесят тысяч сортов среди них такие есть я вам фотографии показываю уже в сибири какие чудеса представляете мелба в сибири твинти в сибири апорты в сибири уже в этом самый президент тогдашний этот обратился найдите этот самый найдите найдите апорты алматинские в казахстане их не осталось вывели ну вы вот так вот выводили кстати как вы и вот все это уже есть и теперь нам уже еще более сладких не нужно более огромных уже не нужно нам нужно продвинуть их на север не теряя качество надо сказать на север не теряя качество и вот наконец у него получился новый сорт который обладает морозостойкостью одного пусть более скромного но чудо сахаром витамином с вот красивейшей окраской и вот это чудо растет не подходи к нему спикатором ты сразу только раз ветку и все и нету его больше а если он так делает если он искренне это делает а если это во всех учебниках вот это вот нельзя подходить дереву если это новое чудо что я такого сказал то я не генетик но для меня генетика это оставить дерево в покое у него у каждого дерева есть такой запас прочности да не уменьшайте этот запас ведь стоит только вот эту рану сделать и все на нее тут же набрасываются грибы и насекомые и начинается борьба с грибами которая ни в чем не виновата ну как убедил нет а ученый гранул я хоть одного бы убедить ведь ни один же не откажется от этого это все ради серебряника я сравнил с учеными вот для меня вот это вот пусть второй раз ребята не обижайтесь помните я отдельный фильм создал и показывал вот эту вот я запомнил ее с детства так было был у нас журнал иллюстрированный там было несколько этих самых голых женщин ну знаете как эти любили рисовать вот а ребенку в детстве наследство было интересно но там был им голый мужчина вот этот я запомнил ее запомнил и прошло 50-60 лет я нашел ее вот я запомнил только фамилию Рембрандт все а потом набрал Рембрандт труп и как там еще третье слово и угадал вот она фотография и вот теперь когда они были вынуждены не имея ни рентгенов ничего именно вы понимаете что меня ребенка врач ощупывал и уже не только ребенка у меня были уже камни в печь в почках в желчном пузыре я должен был еще вот-вот лопнет а я не дай бог на охоте и труп вот и меня щупали и не могли нащупать эти камни потом УЗИ показало первое УЗИ в Сибири вот специально меня отправляли как специалисты чтоб вдруг спасут дикие боли а энергет ничего не показывает вот ведь как было ну это я понимаю их посмотрите на их глаза еще раз посмотрите это Рембрандт вы понимаете это Рембрандт посмотрите на их глаза внимание вот ну ладно он с этими с ножницами он учитель вот на этих посмотрите ближе всех к трупу посмотрите а что творится в этом самом ну хоть один хоть одну-то распилите вот так же так же ведь это же так вот это труп и вот это трупы понимаете распилите посмотрите это же так просто да я знаю пройдут десятки лет когда-то меня услышат может быть вот эти слова вот эти вот то что я сжигаю себя говорят таким тоном это все будет вот когда-то переведется в текст когда-то в учебниках ну годы идут у нас садов все меньше а травы все больше ну посмотрите вот даже сейчас гриб трудовик бороться с ним вы чё так поехали дальше и это даже вот то что вот они могли бы себе позволить да хотя бы пощупать а вдруг там нащупает что-то твердое вот шансов пять процентов десять что угадает опытный врач я обращаюсь к современным ученым биологам ботаникам вот этим самым агрономам соберите консилиум соберите вот это чтобы уже сам у меня такие фотографии сотни я вам их подарю вам даже распиливать не надо ну борьба с грибом трудовиком ну и что при чем тут генетика почему я не могу рассказать об этом так чтобы у людей от пала хода брать этот пилу секатор ну пожалуйста еще вот это страшное это из этого из статьи выкопанную землю смешать с перегноем соотношение 1 в 3 то есть 3 перегноя и выложить на 3 смерть это да я когда-то я любопытный страшно я пусть повторю когда-то 30-20 лет назад я написал статью там было так открывая я ну не мог же я вам все рассказать по душе какие-то 222 вебинара все равно все не рассказал а статья уже давно забыты а статья была следующая я жил открываю профессиональное хозяйство и там одна небольшая статейка такая на один этот столбик и там написано что в колхозе таком-то заложили сад фруктовый вот сад все деревья погибли вот и как нарушает для меня кто бы это заметил что сад был посажен в этот самый перегной там не утверждалось что это ошибка там просто консультация факта первое сад погиб второе сад посажен перегной а вы что думаете три к одному три перегноя и одна земля вот это что не смертельно я всегда говорю еще раз итак есть чистейшая стерильная земля и все корни находятся в ней сверху небольшой слой перегнивающего дерна это так называемая так называемая кормушка для растений потому что она обязательно должна вырастать гумус то есть подкормка естественно не мы приносим там в ведре там это вот в тележке нет это естественно подкормка но корни находятся чистой стерильной земле которая образовалась один сантиметр на тысячу лет это данные докучаю на тысячу лет сантиметр значит вот тут уже две тысячи три четыре и вот там где находятся корни она уже столько лет была полностью полностью она была стерилизовалась так и мы берем сдуру потому что там у меня ниже еще сколько этих фотографий страшных когда огромные ямы делают и вокруг мешки 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 ведра ведра тележки все это туда это называется клоака и там сразу начинается брожение понимаете а эти корни не выдерживают эту клоаку а они еще плюс искалечены и и тогда я говорю я еще помню такой пример был примерно знаете пусть это имею право я же не генетик вот в меня камни кидать или там навозом кидаться вот нашли генетика а генетик говорит что такое это обыкновенный ну назовем его обыкновенный детектив там как раз такое было вот что у человека был столбняк столбняк а его убили знаете как конское ну догадывайся о чем есть конское дерьмо так а его взяли это дерьмо и где-то где конь это самое из себя выделил это дерьмо его взяли лопаточкой в эту самую какую-то емкость принесли и человеку подсунули в качестве ну то есть как бы рано ему что ли это и короче у него столбняк его номер это был детектив но использовать этот прием что когда идет гниение вот ну можете представить что вы зашли в туалет и там такое очко вы тут встали на колени руку сунули а у вас это пальцы допустим вы повредили ну порезали а с пальцем кровь течет а вы же знаете вот как надо вот как надо тут корни изувечены рука изувечены сунули туда и ждите когда у вас будет слабляк температура и вы умрете зачем вот это было писать а ты хоть раз это делал причем всех по разному один к одному чаще всего бывает наоборот вот два этих самых два 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 случая земли и один случай перегноя дерьма ну что убедил хоть немножечко один из моих постулатов важнейших так звучит заметьте никогда ни у кого ничего не подглянул идут год за годом десятилетия никто не сказал что кто-то кроме вот это самый кроме вот этого холма вот никто никогда не сказал что это не мое и так идут десятилетия и до сих пор никто не знает что апостола звучит так корни дерева тем более изувечены должны быть закопаны абсолютно чистую стерильную землю взятую из-под дерна точка ой блин ой я уже не могу вот это увидеть эту обрезку заметьте в начале осенью это важнее зимой так если не успели ну какой же ты этот самый а еще знаете почему на закаличье дерево чтобы оно было привлекательным и аккуратным ну что вы разве дерево еще вот такое вот разве можно это терпеть нет будем обрезать будем цветочные почки отрезать плодовые ветки будем отрезать да вот вы бы видели как это телеканал бобер состоит это ну ты же кандидат наук ты филолог или этот самый или как то второе или лингвист или филолог ну ну тебя из-за твоей это самое внешности такое и языка подвешенного тебя взяли в эти ведущие это значит что ты не зная ничего просто заучивала текст прежде чем всей стране научить отрезать вот так вот вот но это не она но у нее хлеще чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик все плодовые поотрезал все там еще снизу и выше головы от самой земли чик-чик-чик-чик-чик-чик на штампе и на скелетных ветрах все изувечиво а кто ее остановит а может быть тот Петр он-то прав конечно сейчас я уверен что сейчас уже многие отключили компьютеры или эти телефоны зимняя обрезка плодовых деревьев в саду показывает лучшие результаты и да вот у него есть смотрите в деревья посмотришь ну раз теперь понятно что отрезать вот это старый довод то есть уже вот уже лучше зимой дефекты видны ветки требуют вмешательства вот но вот второе вот это ведь подлость заключается в том что нужен закон чтобы запретить писать хотя бы то что уже подлее не бывает раны неизбежные при обрезке зимой заживут быстрее дошло до вас раны неизбежные при обрезке заживут быстрее чем крайне важно 300 тысяч просмотров и сейчас и сейчас делать нечего зимой же время большее все секретарь берут и идут калечить деревья навсегда теряя их самое интересное что еще и боятся грибковые заболевания даже не представляешь что дерево у меня это не сразу оно еще помолучается вот я всегда опускаю возможности еще более дома насчет биополя на том что искалеченные деревья дадут искалеченные плоды подчеркиваю я уже до этого не дохожу хотя бы вот от этого избавить от этой дури вот времени побольше до зимой правильно сообразила же вот дезинфекцию зимой что дезинфицировать мороз есть этот самый генерал мороз а еще я думаю иногда а может все-таки мефистофель работает может это его слуги вот это как-то это или нашептают знаете как я знаю одно что мы живем в таком мире где у нас есть связь с другим миром вот он это не загробный мир это просто другой мир для нас он невидимый и кто-то тот же мефистофель или кто-то из его этих самых помощников человеку говорит вот сейчас ухо а тот подсознание он не осознает то есть он встанет и садится писать уже будучи зомбирован уже будучи в таком состоянии и знаете что он тогда пишет потому что я другого объяснения не вижу использовать садовый вар только в случае слишком больших ран мелкие пусть остаются открытыми и регенерация пройдет быстрее лучше я уже видишь как пишу ты еще и провокатор мало того он идиот вот этот человек он не соображает как можно рану ну я все время вот ты раз палец обрезал ну забинтовать то ты ее будешь все равно ну потом начнешь с Невского что угодно вот забинтуешь там хотя бы что то ну теперь представляешь нет ты ух ты течет кровь хлещет выйду-ка я на улицу регенерация пройдет быстрее то есть заживет палец на улицу на мороз значит получается что если он а этого уже это самое где он это читал а я такие вещи читал если раны меньше 5 этой самой 5 рублевой монеты его не обязательно замазывай значит он еще у кого-то научился может быть не было никакого этого самого вмешательства потусторонних сил просто один дурак где на совете написал а за ним все равно надо статью если просто замазал все на одном предложении меньше а если мы берем идем в исключение вот уже статья средний а тут такого много да не забывать про дезинфекцию инструментов искалечил дерево теперь все никакая дезинфекция не поможет искалеченное дерево раны никогда не зарастут а он плачет дезинфекцию инструментов зато видите как тут тут предложение тут все вот так вот господин провокатор жаль что ты не знаешь что ты творишь может быть ты хороший человек но нахера передирать из 19 века вот это все мелкие раны не обязательно не получается милый сам на разговор с этими с улыбкой вот потому что страшные вещи страшные как будто мы спорим нет вот представьте себе два палача нет я лучше я вот так отрублю голову что он даже и не заметит и мучиться не будет но это ладно действительно бывают очень гуманные палачи вспомним это мы вспомним этого дюма да бывают и палачи и и и отношения наших к людям простых этих. Я на этом учусь. Я чуть-чуть не по проповедникам становлюсь, но раз я вспомнил Дима, я сейчас расскажу, не все читали. Ну а тем, кому Бог дал возможность почитать, он должен передать какие-то свои нюансы, знания. Вот смотрите. Два симпатических молодых человека. Оба, конечно, блюдыные. Тут, естественно, Любовь на первом месте. Это же Дима. Вот они, принцессы. Вот они, принцессы. Значит, потом однажды они еще, когда их не арестовали за связь с высокопоставленными дамами, они сами дворяне, но не из простых. И однажды они шли по улице и встретили человека, я не помню, знали они, нет, что он палач профессиональный. И вот что-то так возник какой-то вопрос, разговор, и надо было прощаться, что ли? И этот палач протягивает руку, и один из этих двоих дворян симпатяга, они оба такими, представляются. Вот. Значит, он им руку подал, а второй побрезговал. А тот еще говорит, а вы знаете, я-то я-то и палач. Вот. Вы мне побрезгали подать руку палачу. Возможно, я вам пригожусь. Обоих арестовывают за связь с принцессами и обоих приговаривают к смертной казни. Ну, а дальше понятно. Один умер, даже не заметив боли, не мучился. А второму, значит, дрова посыли. Ой, извините за смех. Ведь все-таки трагедия. Ребята были симпатичные в этом, как он называется, ребята были симпатичные в этом самом, в романе. Очень симпатичные. Так переживал за обоих, когда их казнили. Но никогда нельзя морду воротить от нормальных, простых людей. Вот. Пригодятся. И не только, когда вас казнить будут, а просто прыгают. Вот. А нет, ничего. Там тоже следят за нами. Итак, разговорился, но ничего зря не говорил.